друзья привет и снова я и снова здравствуйте очередной выпуск новостей за неделю с автомобильного рынка и как всегда начиная с благодарности джеки карсе авито авто авто хабу и автотеке за то что поддерживаете наш проект спасибо вам огромное состоялось очередное собрание членов рад в общем история со всеми выборами все она закончена некоторое время назад избрали президента вчера переизбрали новый совет надеюсь теперь-то организация начнет работать так как она должна в принципе работать тем более что в новом составе совета очень много новых имен и я думаю что людям захочется себя показать а а посему будем надеяться на прямо проактивную позицию членов совета теперь переходим к новостям нет не к новостям я же забыл сначала переходим к цифрам вот автомаркетолога и корсейла но прежде чем по по цифрам пробегусь хочу вам сказать что мы теперь точно знаем что 15 июня будет адм на старом месте на красном октябре в оффлайне место ограничено будет много подарков для тех кто придут в этот раз меня убедили что все таки надо подарки дарить но сделаем это все души и с креативом но главное конечно не подарки главное эта программа и концепция рассмотрим все направления автомобильного бизнеса выступление про практически все будут парными дилер плюс какая-то компания которая помогла этому дилеру в той или иной проблеме в общем приходите будет интересно ну и конечно кто не может не переживайте в онлайне трансляция как всегда будет так что все замечательно кстати для тех кто будет в онлайне конечно же тоже подарки будут но для тех кто будет наиболее активен в комментариях и вопросах теперь переходим наконец-то к цифрам в этот раз решили посмотреть а что у нас происходит с регистрацией автомобилей mercedes потому что новостях сегодня эта тема будет напоминаю что автомаркетолог является теперь поставщиком данных по регистрациям перерегистрации мы парку мы не демпингуем но цены у нас самые низкие на рынке и самая полная информация так что если вы еще вдруг не с нами то бегом по ссылке внизу пишите звоните телеграфируйте итак к мерседесу значит по посмотрели первый квартал что происходило с регистрацией новых январь 390 единиц февраль 500 март 543 не так много как хотелось бы конечно но тем не менее во первых мы видим тренд на повышение а во вторых ну в принципе по нынешним временам не так уж и мало по модель на вы видите разбивку не буду перечислять все модели на экране все видно по регионам но очевидно что москва на первом месте московская область икать и санкт-петербург соответственно у нас 3 второе место второе третье место и калининград ну понятно потому что там есть трафик известно откуда по перерегистрации то есть автомобили с пробегом тоже повышательный тренд 10 почти 11 тысяч январь 12 небольшим февраль и 15 с лишним март по модель на опять же видите можете посмотреть и топ регионов по автомобиль с пробегом уже москва московская область санкт-петербург краснодарский край в общем и дагестан на пятом месте вот это неожиданно в общем смотрите запоминаете будем обсуждать чуть позже для чего я эти цифры рассказывал значит по корсейлу по автомобилям которые продавались собственного склада у нас маржа понизилась с предыдущей неделью но при этом и при она чуть меньше чем средняя погода но тем не менее 300 13 половиной процентов срок реализации держится на уровне 27 часов успешных аукционов 83 процента это всегда прямая корреляция с маржой и самые популярные машины hyundai solaris и lada kalina по комиссионным машинам здесь маржа 10 процентов правда при этом средняя стоимость машины существенно больше чем собственного стока здесь 654 тысячи то есть это выше чем средняя с начала года количество успешных аукционов зашкаливая 43 процента то есть почти каждый второй автомобиль комиссионный был продан и срок реализации 6 часов самые популярные опять же hyundai solaris но и киорио в общем с цифрами разобрались пошли к новостям значит сначала про автоваз который словами максима соколова заявил что он будет теперь контролировать дилерские цены и установит максимальную цену перепродажи такое ощущение что а раньше типа этого не было и будут следить жесткой и вплоть до лишения франшизы значит наказывать дилеров непонятно как будут доп оборудованием бороться некоторые злые языки начали шутить а как быть с доп оборудованием которое предлагает автоваз уже в комплектации в общем честно говоря все бы это было может быть смешно и я бы отнес это в самый конец новостей если бы при этом одновременно максим заколов не заявил что с 1 с 1 мая цены поднимутся еще на 2 процента это уже третье будет повышение в этом году соответственно и при этом мы помним что завод уходит в корпоративный отпуск место конца лета в конце мая потому что проблема со сборкой машин вот такие вот истории у нас на самом деле я прямо вот ну это вот эта новость точно не позитивная потому что автоваз счет как-то вот с рыночной экономикой не очень дружит а я напоминаю всем что наверное было бы все таки здорово если бы мы пришли к американской системе когда дилерму имеет полное право на ценники прямо написать доплата за рыночную ситуацию честно все прозрачно хочешь покупай не хочет не покупай но к сожалению по нашему законодательству не так все просто москвич значит позитивная новость заключается в том что был запущен собственно говоря главный конвейер значит это во первых ну позволит увеличить производство в два раза во вторых это явно свидетельствует о подготовке более глубокой сборке автомобилей о чем москвич говорил уже неоднократно но вот степ-бай-степ двигаются да очень много злых языков там шутят по поводу цен по поводу того что эти машины могут только яндекс до каршеринги прочие покупать но тем не менее проект развивается будем надеяться что в какой-то момент все-таки с ценообразованием москвич покажет пример китайским брендам про китай про ценообразование китайских брендов будет в конце поэтому не не отключайтесь а но в целом я бы оценил соответственно в любом случае запуск конвейера как позитив плюс по москвичу пришло уточнение по москвичу 6 это лифтбэк напомню который анонсировали и показывали собянина я про это рассказывал чем пришел уточнение что июль август начало производства сентябрь продажи прям вот уже не в этом уверены ну собственно говоря по это просто уточнение поэтому тут оценивать не не особо есть что переходим к следующему производителю нашему точнее сборочному производству автотор значит соответственно план предприятия план развития предприятия предподразумевает что 14 моделей будет производиться уже в ближайшее время на автоторе соответственно площадки загружаются на сегодня я прочитаю прямо собирается седан к и и и 5 седан баик ю5 кроссовер баик и баик баик x35 ну а также три кроссовера svm это g 0 0 1 g 0 1 f и полноразмерник g 0 5 про напомню что св дистрибьютором свм является компания обухов и мы сейчас с недалеко вчера я встречался с ребятами они прямо очень проактивные мне очень нравится их концепция развития поэтому мы предварительно договорились что мы обязательно подробно расскажем об их планах том числе дилерской политики потому что вот она меня прямо удивила я прям вспомнил 2006 2007 год ауди ну вот соответственно ну вот из-за праздников тут у нас есть накладки вот но надеюсь что там после праздников в мае обязательно проведем такое мероприятие в онлайне чем поговорим откровенно с сотрудниками обухова о том как они мыслят себе развивать этот бренд но возвращаясь к автотору соответственно автотор про у вас осваивает производство кроссоверов к и x3 x3 pro x7 канлан баик баик x55 баик x7 вот и вне и соответственно еще и внедорожник баик биджи 40 плюс соответственно еще баик и 5 это электричка в общем короче там такой список ну в общем точно позитивчик потому что мы видим что автотор как коммерческое предприятие в принципе вот то что они обещают примерно в те сроки которые они обещают они выполняют от меня личный респект команде автотора ну и продолжаем следить за развитием ситуации следующий у нас новость про ченган который заявил о том что он расширит линейку до 14 моделей но падаю по появится седан и иду плюс ауси ау свин райтон вот только с названиями ребята вы что-то ну блин намудрили не лифтбэк ламор кроссоверы cc 75 плюс юнит пикат пикап hunter плюс электрический кроссовер аватар 11 и новые будут соответственно си с 35 и с 55 а старый си с 75 до конца года уйдет небытие ну в общем но это при том что есть уже модели которые появились там в начале года тот же юни ви ну то есть вообще клёво мой респект если все эти планы сбудутся то конечно это здорово при этом на общем собрании руат пока соответственно показывали цифры по крупнейшим импортером китайским автомобилей экспортером извините экспортером из китая но ты ченган там занимает в общем очень приличную долю идем дальше значит хунцы мой любимый вы помните что я там давно в своих новостях предположил что хунцы будет собираться на заводе mercedes который выкупила компания автодом об этом еще и поделился известием известия написали это как инсайт и теперь все значит ссылаются на то что есть такая версия в общем мне даже как-то перед автодомом неудобно что я ее придумал и это ее продолжают транслировать но ладно новость другом новость том что хунцы открыл сайт на котором представлено две модели это флагманский седан h9 и кроссовер и hs9 вот правда инсайдеры говорят что цены на эти машины будут в районе 15 миллионов и тут у меня конечно вопросики возникают потому что по параллельному импорту эти машины сейчас везут дешевле но концу мая еще там эти две машины уже кстати имеют оттески соответственно концу мая модельный ряд папа пополнится h5 седаном который будет в районе семи с половиной миллионов но тоже чет честно говоря по мне многовато ну вот и соответственно летом должен появиться и через через пятый кроссовер цена пока предварительно неизвестным вот что еще добавить в интернете когда забиваешь дилер функции уже появляется официальный дилер и функции по нафта приезжайте к нам на тест-драйв и так далее вот идем ну в общем в любом случае бренд точно развивается ждем с нетерпением что будет дальше но пока все равно позитив потому что увеличение предложения на рынке на мой взгляд хоть и дилером вроде с точки зрения доходности несет угрозу но это только на первый взгляд потому что на самом деле зацикленность на трех брендах она чреват очень большими финансовыми потерями дальше ливан не путать с лифаном хотя это одно и то же ну не совсем одно и то же очень краткая история лифан обанкротился 51 процент забрал госфонд 49 процентов джили потом соответственно выделили подразделение легковых автомобилей и вот на внешний рынке эти легковые машины поставляются под брендом ливан значит в мае стартуют продажи x3 pro прошел сертификацию и соответственно скоро должен появиться на рынке ну донором там является джили но в любом случае еще один бренд посмотрим все становится интереснее в этом свете возвращаюсь к новости в конце очень странные ребята себя ведут но в этом чуть позже так ну естественно следим за автодомом все все уже это давно обсудили но тем не менее на прошедшие недели которую про обозреваю все сделка закончилась значит пришли уведомления сначала 24 вечера владельцы мерседеса получили что вы отключены от mercedes mi спасибо за лояльность какой дебил немец это писал я не знаю 25 пришло уведомление что все как бы мы начинаем mercedes benz rus работает склады запчастей работают поставка будет налажена и даже дилерские центры откроются на на ленинградские вешках примерно полторы тысячи автомобилей было заморожено и это к тому что всего за первый квартал было продано 1000 из меня изменяет память там 1300 машин получается а еще вот полторы без параллельного импорта час выйдет на рынок значит но в любом случае что я могу сказать в этой всей истории по-прежнему ну-ка естественно ждем ждем кто же тот партнер технологический для завода который автодом купил потому что думаю что прежде всего покупался завод а все-таки они полторы тысячи мерседесов и склады запасных частей но в целом наконец-то история как бы выходит на финишную прямую поэтому ну точно позитив в продолжении кстати с автодомом следующая новость вышла о том что автодом совместно уже с купленным mercedes-benz rus подписали дистрибьюторское соглашение на поставку коммерческой техники форленд ну они становятся эксклюзивным дистрибьютором этой техники в россии это китайский бренд в девятнадцатом году он был образован производит шасси от трех с половиной до 18 тонн соответственно пресс-служба говорит о том что в конце апреля было подписано дистрибьюторское соглашение будет поставлять шасси и плюс работать с компаниями которые делают надстройки в россию чем развивать коммерческий сегмент ну на мой взгляд это точно позитивная история ну мы с вами обсуждали неделю назад но на этой неделе все-таки официально поэтому зачитаю глава минпромторга российской федерации денис мантуров сообщила вот о том что мы уже все знали повторяюсь основные параметры сделки по продаже завода вольсваген согласованы вот утверждены соответственно покупателя вилон реализация завершается в общем никакой газ повторюсь много с прошлой недели не помешал сделка на финале уже понятно что вряд ли ее кто-то сможет развернуть иначе бы мантуров не подставлялся вот соответственно ждем кто там будет технологический партнер черри или кто-то еще в общем слухов много ребята из-за вилона креме не колется как я не пытался вот но я думаю что осталось ждать недолго но в целом я считаю что позитив что не ушли в какие-то бесконечные суды так теперь чисто дилерская новость но хотя уже и не дилерская 25 апреля в мой день рождения фреш авто по устроил такую помпезную презентацию где помимо того что презентовал ребрендинг теперь они не зеленые а синие они объявили о том что ну точнее кустами дениса мигали на фреш объявил о том что теперь он становится маркет плейсом в общем там понятно что они поставили там три ключевых это доверие клиента бесшовный клиентский опыт и возможность масштабирования франшизы по точкам будет открывать в общем история плюс запустят приложение в общем не фреш пускается во все тяжкие и и что-то мне подсказывает что все таки этот маркет плейс будет более успешный чем сбер авто и и прочие им подобные поэтому нет не только потому что отчасти в прошлом году я привожу руку к тому чтобы этот проект чуть двинулся быстрее не только потому что мы с дэном дружим и просто потому что я люблю когда люди делают большие проекты пожелаю всей команде фреша успеха в реализации этого проекта теперь еще про дилеров автобизнес ревью подвел итоги двадцать второго года по новым машинам и неожиданно для всех и себя лично выяснили что рольф не на первом месте по продаже новых машин впервые за девять лет авто мир обогнал соответственно рольф ну потому что рольф упала на 67 процентов авто мирно пятьдесят восемь процентов по продаже новым на третьем месте мейджер ну и там дальше ключ авто агат вода сервис трансех сервис авилон автогермес курс групп вот так выглядит первая десятка но по выручке роль все равно остается на первом месте 223 миллиарда если мне не изменяет память но потому что они существенно нарастили продажу автомобилей с пробегом вот поэтому в этом смысле это конечно помогло компании ну и что я могу сказать новость веселой новости у меня для вас сегодня не будет несмотря на то что впереди праздники но закончить я хочу тем что все-таки китайцы пока не дотягивают до корейцев которые свое время все-таки понимали что им рынок на захватывать и закрепляться на этом рынке пока другие еще не 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 очухались китайцы вероятно думают что они пришли единственные здесь навсегда и поэтому ведут себя как слон в посудной лавке а я о чем очередное поднятие цен произошло я понимаю рубль там под девальвировался но там запас прочности вот такой и в принципе цены можно снижать чтобы увеличивать продажи тем не менее амода подняла на 3 процента черри на 2 процента хавелл от одного до пяти но в основного на основной модельный ряду на на большую часть моделей на 2 процента чинган от одного до шести но в среднем 4 процента ну то есть это это дистрибьюторы которые принадлежат производителям ну и воя у нас отличилась motorinvest решил что что-то мы дару дешево продаем воя фри не его и дример поэтому на дример и и последовательный гибрид подняли на 3 процента а на чистую электричку община 11 процентов вот но тут правда еще лада лада поучаствовался с ладой грантой подняв на 3 процента в общем я конечно все понимаю очень хочется денег всем хочется мне тоже вот но мне кажется что все таки пока вот этого понимания долгосрочной истории еще нет а с учетом того что рынок становится уже существенно более тяжелым чем он был там два-три месяца назад тут ну то конечно не не это не очень хорошая новость но посмотрим что дальше будет я все-таки считаю что в какой-то момент им придется корректироваться вниз а на этом новости закончились у нас впереди двойные праздники с четырьмя днями между ними я желаю вам на эти праздники зарядиться огромное коле огромным количеством энергии позитивной встретиться с лучшими друзьями с любимыми родственниками в общем со всеми погулять вот чтобы после майских праздников порвать всех конкурентов всегда ваш олег массе а а а а а Субтитры подогнал «Симон»